приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова по определенным причинам я за кадром спасибо огромное за добрые слова поддержки мы стараемся выздороветь ну а сегодня будет видео о том что съела на коже пустые баночки и очень надеюсь что мои отзывы помогут вам определиться с выбором возможно сэкономить итак мы начинаем с вот такого количества масел как вы знаете я люблю использовать масла в уходе и даже летом используя на тело на зону шеи гальте ну а как только вы становится более прохладно я добавляю несколько капель масла поверх всего ухода на лицо в том числе и даже под глаза поскольку у меня нет отеков если вы страдаете отечностью под глазами в этой области то будьте аккуратны пожалуйста не переусердствуйте с маслами так как они еще более видимым делают отек потому что масло имеет крупную молекулу и препятствует оттоку жидкости итак масла которые я использовала за весь этот период специально все вместе их собрала не показывала в отдельных видео по одной баночке для того чтобы сделать сравнение какой же больше мне понравилось здесь есть и люксовые дорогие средства и более бюджетные доктор пьер реком масло супримейдж серия очень приятный был легкий аромат такой чуть цветочный масло быстро впитывалось имела текстуру легкую так называемые сухие масла в основном здесь все такие свои консистенции масло даже было больше похоже на сыворотку с маслом то есть такая легкая легкая консистенция водянистая но тем не менее шикарно питала кожу очень быстро впитывается вот этот тип масел прекрасно подойдет для тех кто хотел бы начать использовать масло но боится забить пора знаете вот многие об этом говорят но если масло правильное если она легкой такой консистенции которая действительно питает а не жиром каким-то лежит на коже который хорошо впитывается и утром у вас вообще нет никакой масляной пленки на лице то я так думаю что вот с него стоит начать с удовольствием бы повторила его мне его присылали и огромное спасибо бренду доктор пьер реко за такие вот чудесные продукты миндальное масло от бренда виллета немецкий бренд который в принципе доступен сейчас уже практически в любом магазине и мне нравилось это масло тем что она довольно плотненько но тем не менее хорошо очень питала кожу и довольно быстро впитывалась вот удивительно мне почему-то с первого применения показалось о нет мы с ним не подружимся наверно она жирная наверно будет раздражать у меня бывает такое ощущение неприятное от чего-то жирного на коже но нет действительно это вариант хороший как мне кажется для ухода и она по цене меня абсолютно устраивает и хотелось бы конечно от миндального масла чуть больше аромата миндального но здесь практически нет никакого аромата скорее даже растительного больше масла мне понравилось и она подходит для чувствительной кожи также для детской кожи может и я в дальнейшем повторю его как только появится такая возможность будет хорошая скидка в магазине ну может быть еще какое-то другое масло попробую обязательно миндальное в общем вот такие масла бренда виллета мне подходит с сайта make up store по-моему я заказывала это масло очень бюджетная марка польская насколько я помню это масло маракуйя мне понравилось даже очень такой вот видите вариант самый простой упаковочке по типу аптечной и да действительно можно попробовать я была удивлена что вот за такую цену 300 с небольшим можно очень даже приличное масло найти она не слишком яркий какой-то аромат имел да практически никакого и работала не хуже чем люксовое средство так что если буду что-то там еще заказывать именно меня там интересует польская косметика то есть это сайт польский и оттуда идут посылки то я наверное повторю скорее всего вот именно этого бренда может быть какой-то другое масло не обязательно маракуйя но да мне понравилось того же самого сайта вот она польская косметика знаменитая биленда сервам с розой розовое масло для меня это все таки было именно масло хотя я знаю что многие используют в качестве серума на этом этапе то есть на тоник а потом уже после него крем для меня это жирновато и поэтому я использовала именно как масло по консистенции вот знаете такой серум масло было очень похоже на то что я только что вам показывал от бренда доктор пьер реком но здесь конечно более такое люксовое ощущение на коже в принципе неплохо но я не очень поняла что то тут странное такое с этой упаковкой то есть она вот такая мне кажется у всех такая то есть это какая-то странная пипетка в общем из-за вот такой странной упаковки я больше покупать наверное не будут потому что приходилось раскручивать как-то вытряхивать но не знаю что много любителей вот именно у этого бренда и этого серума особенно любят его те кто страдает сухостью кожи и ищет на возможно зимний период на холодный когда отопление включать кожи еще сильнее сохнет вот такие вот серумы на основе масла да есть такие бренде биленга так что обратите внимание неплохое но упаковка странная и масло которое мне очень понравилось но по цене она конечно ого-го и ага вот это дайна сурс масло от бренда кодоли она именно ночное dry to dry skin то есть для сухой и очень сухой кожи здесь экстракты винограда и виноградные лозы и косточки в общем здесь такой очень очень полезный состав интересное масло действительно хорошо работает можно использовать вместо крема и порой это вполне бывает достаточно то есть я наносила тоник потом наносила какой-то легкий серому увлажняющий и все дальше капельку этого масла на зону шеи и декольте и под глаза и все больше уже ничего не хотелось но мне кажется что если бы была возможность покупать его подешевле я бы в принципе приобретала только его вот наверное его пожалуй и по ощущениям такой люксовости очень приятности этого доктор пьер яко и и со всеми остальными я бы могла проститься отказаться но еще мне нравится масло от кларанса но кодоли конечно в данном случае победитель нашей с вами номинации в плане комфортности использования скорости впитывания и универсальности то есть он вполне может заменить крем и закончилось у меня несколько средств от бренда фаберлик в частности вот эта серия weekend вы мне советовали попробовать да действительно очень приятная очищающая эмульсия она кремовая не раздражает глаза что для меня очень важно не чувствительные глаза и прекрасное умывание на утро либо вечером если у вас нет макияж такими средствами и макияж не снимаю не маслами я имею ввиду не гидрофильными обычными маслами не вот такими средствами как молочко для умывания но я перешла полностью вот на такого плана средства для утреннего и вечернего умывания если нет макияжа прекрасно работает тогда у меня кожа не сохнет течение дня Если я не усердствую пенками Слишком сильно пенящимися И вечером, и утром Да, я бы советовала вам попробовать Очень неплохое Какой-то легкий, знаете, такой Незначительный цветочный аромат Ну, ненавязчивый И средство очень-очень приятное Ну, и, наверное, сразу дам вам отзывы на несколько средств Далее от Faberlic Для того, чтобы было удобно Просматривать отзывы тем, кто Использует эту косметику Retinol Pro, это серия Expert от Faberlic Мне нравится этот серум с ретинолом Здесь действительно витамин А В той форме, которая Хорошо работает на коже Нет шелушений, нет никаких воспалений И его я наносила Также под глаза И, по-моему, у меня еще один запас Остался, и я всегда заказываю Его, если есть возможность Заказать либо по скидке Либо на заработанные Баллы от заказов Если вы имеете свой личный кабинет А ссылочку я вам для того, чтобы вы могли его себе создать Как на обычном сайте Оставляю всегда в описании В своем комментарии То у вас накапливаются баллы И вы их никому не отдаете Вы просто потом используете их Для приобретения подарков За рубль Вот, собственно, как раз Ретиноловую сыворотку Серии Эксперт Фаберлек Я и всегда заказываю себе За рубль Ну, в основном Просто мне она действительно нравится Подходит Легкий кремчик Который прекрасно впитывается Ну, а о ретиноле Мы с вами говорили уже много и долго Он заставляет регенерировать Нашу кожу В определенном возрасте Это уже полезно И если вы решили с чего-то начать То есть никогда не использовали ретинол Либо вам 30 плюс И вы почему-либо решили усилить свою регенерацию Которая, в принципе, должна еще неплохо работать Но у всех, конечно же, генетика разная И кому-то нужна помощь уже в 30 плюс То я бы советовала вам начинать вот с таких именно средств Которые не жгутся После которых нет шелушения Но, тем не менее, видимо, эффект есть Серию Биоглоу с витамином С Я бы советовала вам попробовать Если вы ищете с чего бы начать В применении витамина С Который является антиоксидантом И прекрасен, в принципе, в любое время года Но особенно хорош, конечно же, летом Когда он помогает бороться со свободными радикалами Которые под воздействием солнца Образуются с бешеной скоростью в нашей коже И, естественно, именно они ослабляют Такую прочность коллагенных волокон Делают их более дряблыми То есть тургеры кожи После загара явно нарушаются И витамин С работает как раз над его восстановлением Вот здесь написано Жидкие патчи для коррекции мимических морщин Я не использовала как именно жидкие патчи под глаза Я наносила на все лицо и на зону шеи декольте Ибо здесь хороший объем 30 миллилитров Выглядит это как прозрачная сыворотка Такая гелеобразная Чуть-чуть аромат апельсина Приятный, кстати Многие средства грешат неприятным ароматом С витамином С Какой-то кислятиной Но вот фаберлик добились приятного аромата И я бы советовала именно вот эти жидкие патчи Из всей линейки Все, что я попробовала Я пришла к выводу, что все-таки Вот этот вариант Как сыворотки с витамином С Легкий, но тем не менее рабочий Я могу рекомендовать всем и каждому Потому что это самый такой вот легкий вариант применения Крем может подойти не всем из этой линейки Потому что он со светоотражающими частичками Крем под глаза может оказаться недостаточно питательным Кто привык к более питательным средствам Придется добавлять еще что-то А вот это жидкие патчи Можно использовать просто как сыворотка Под свой основной крем И утром, и вечером Думаю, что да, скорее всего Вот именно их я и буду повторять Маска очередная Инстагламерс У меня они были все Фиолетовая закончилась Я вам о ней рассказывала И вот сейчас осталось немного золотистой Это серебристая маска Которая мне в принципе понравилась Я почему-то думала, что это ерунда Только для Инстаграма Будет выглядеть красиво А дальше смываешь и ничего Но нет, действительно хорошо Очень тонизируется Сужает поры И я бы вам советовала попробовать Если, конечно же, вы любите вот такой эффект И нормально к этому относитесь К этим модным штучкам Да, действительно Неплохой аромат, приятный такой И не раздражает глаза Если близко наносите И хорошо смывается В общем, во всех отношениях приятная масочка Так, ну теперь нужно постараться В этой красотине перепачкаться Но она быстро довольно засыхает Так что ничего страшного Дальше буду серебристая Фаберлик Блум Мне нравится именно вот эта С ирисом серия Мне кажется, она наиболее такая питательная И по цене она доступная вполне И также ее можно заказать С громадной скидкой Либо за рубль в подарок Когда у вас накапливаются баллы И я не могу сказать Что это какой-то очень мощный Антивозрастный уход Но это очень приятная Питательная сыворотка Которая может вам В принципе заменить и крем Если не любите кремы А предпочитаете такой Более жидкий уход Питательный То обратите внимание Именно вот на эту серию Фиолетовую с ирисом И серия Океанум У меня была новая питательная маска Мне показалась очень приятной И я еще раз убедилась в том Что вот эта линейка мне нравится И подходит именно Океанум От Фаберлик Единственное но Я бы сказала Что такие вот питательные маски Лично для меня При условии, что я использую масла Они не очень нужны То есть вот ну не необходимые Хотя в принципе она не смываемая И ее можно было использовать Просто в качестве крема Что я и делала То есть вы наносите как крем И оставляете ну например на ночь Если вам нужен питательный крем Так что это можно в принципе назвать Просто хорошим питательным кремом На зону шеи декольте Я также ее использовала С огромным удовольствием В общем да Вот эта вот линейка Если хотели что-то попробовать И нужен крем для Именно сухой кожи Я бы вот эту маску вам бы советовала Ну и теперь отнюдь не бюджетный уход Который мне в принципе нравится Но мне кажется что с витамином С Можно что-то и с кислотами Кстати тоже можно что-то похожее найти И в более бюджетном сегменте Сиродермик С Приятное средство В принципе Да рабочее В крышечке видно что окисляется витамин С То есть он действительно Здесь присутствует В достаточном количестве Чтобы реагировать с воздухом Не могу сказать что я бы советовала Бросить вам весь свой уход И покупать вот это за 2-3-4 тысячи Сколько там Бывают разные цены Вот Приятно? Приятно Побаловалась? Да Ну наверное нет Если будут присылать Буду использовать Это хорошо Приятно Полезно для кожи Но наверное за свои деньги Ларош Пассей С линейку с витамином С И я вот за такие деньги Больше покупать не буду Эпоквардуа плюс От Ларош Пассей Здесь есть АЧ и БЧ кислоты То есть с салициловой кислотой Фруктовые смеси Которые дают Довольно хороший результат На коже с воспалениями Ну у нас Редко такое случается Ну поэтому у нас Вот этот крем Жил наверное Год или полтора Ну здесь Со сроком годности Все в порядке То есть Можно было использовать Его так долго Ну и с кислотами Ничего не происходит Они такие Знаете Самоконсервирующиеся Но Мне кажется Что иногда Если вы хотите Сэкономить И в принципе Нет у вас Такой возможности Приобретать За тысячу рублей Вот такой вот Маленький Иногда и полторы Две тысячи Может стоить Крем с кислотами То можно просто Салициловую кислоту Купить И на этом Успокоиться Ну и если вы знаете Что-то похожее Заменяющее С таким же составом То напишите Пожалуйста Я так думаю Что многим Будет полезно Ну а если Высыпание много То он вам не поможет Потому что у него Здесь в принципе Объем не очень-то И большой 40 миллилитров Всего лишь Да И если Например у вас На спине Где-то По вискам По всему лицу По зоне шеи Декольте Идут воспаления То это конечно Закончится Очень-очень быстро И вы не успеете Ничего вылечить Поэтому Всегда всем советую У кого акне Какие-то непонятные Высыпания Обязательно обращаться К дерматологу И возможно Получить более Правильное лечение Нежели Эфа Кларду Плюс Но советовать Для таких вот Девочек У которых Иногда Что-то такое Выскакивает Периодически Раз в месяц Я могу Наверное Тогда стоит Хранить в холодильнике Этот крем И по необходимости Использовать Да Неплохой Но дорого Сразу две Ночные маски Одна дорогущая От Баотерм И одна Очень бюджетная От бренда Натур Сибирика В принципе Мне она понравилась Ночная маска Для лица Но я использовала Ее не как Ночную маску А как Сыворотку Я думаю Что вы уже Поняли По моим видео Что если Консистенция Подходит Под сыворотку То я использую Именно как Сыворотку А сверху Наношу Не гелеобразные Вот такие средства Завершающим этапом А плотненький Крем И сверху Масло Мне так лучше Таким вот способом От жидкого К более густому Моя кожа Принимает лучше И напитанность Лучше И средства Работают лучше Ростовы здесь Действительно Очень даже Неплохие Хорошие И это натуральная Косметика Если вам нравится Вот такого плана Российские бренды Средства То я бы советовала Вам попробовать В натуре Сибирика Я пробовала Не так много Всего Но вот сейчас У меня есть Еще в запасах Сыворотки Так что Очень скоро Дам вам И на них Свой отзыв Ну а это Всем известная Знаменитая маска Байотерм Аквасурс Она называется И она имеет Такую Плотную Плотную Гелевую консистенцию Синего цвета Единственное Но То есть Все в ней хорошо Прекрасно Она действительно Увлажняет Можно использовать Вместо крема Не обязательно На ночь То есть Это хороший Увлажняющий крем И кстати Она не дает Липкости на лице Что вот при такой Консистенции Довольно редко Случается Но Я должна вам сказать Что во-первых Дороговато А во-вторых У нее Очень сильный Аромат Какой-то пены Для бритья То есть Явно Выраженный Мужской Такой прям Мускулинный Аромат Не всем понравится Если хотели Что-то вот такое Попробовать Вначале Послушайте Из тестера Может быть Вы и использовать Потом не сможете Но Действие Действительно Хорошее То есть Очень приятно Увлажняет кожу Бренд Shine Tree Маски эти Я покупаю В магазине Подружка Когда есть Какая-то Распродажа Там Можно Приобретать Две Одна Дарится Ну вот Что-то такое Какие-то Акции Постоянно Идут Очень нравится Мне С рисом И молоком Питательные Хорошие Маски Маски Которые Действительно Удовлетворяют Все потребности Кожи И в принципе Можно Только Одну Ее В течение Дня Нанести И больше Уже Наверное И не захочется Очень приятно Если бы Продавалась Вот такая Сыворотка Отдельная Я бы Бюджетная Можете Попробовать Я думаю Что Многим Понравится Кто любит Именно Питательную Тоник От Organic Зон Закончился У меня С Эйчейки Кислотами Приятные Мягкие С лифтинг Эффектом Ну не знаю Как насчет Лифтинг Эффекта Но если Считать Что кислоты Работают В принципе Над тем Чтобы усиливать Регенерацию Вынужденно Просто Кожа Пугается Когда Ее Сжигать Начинают Слегка И Она Начинает Порабатывать Собственную Гиалуроновую Кислоту И сразу Подтягивается В общем Я думаю Про кислоты Всем уже Все Известно Но Вот Эта линейка Очень даже Неплохая Бюджетная У них Свой сайт Органик Зона Они мне Периодически Что-то Высылают И Как-то Не было У меня Никакого Отторжения Ни к одному Продукту Хотя Они Абсолютно Бюджетные Средства Выпускают Вот приятные Но Здесь Такой Химический Аромат Яблока Был у Этого Тоника Так что Обратите Внимание Кто не Любит Химические Надушки Вам Наверное Чтобы Очень Очень Прям Безумно Вкусно Пахли Тоники С кислотами Ну Может быть Только В бренде Шоконат Ну Они Вообще Исключение У них Такие Вкусные Андушки Ну Да Но Средство Само По себе Хорошее И 250 Миллилитров За эту Цену Мне кажется Стоит Попробовать Сложное Такое Название Кислородная Гель Маска С эффектом Памяти Да Кстати Про Шоконат Мне Высылали Эти Средства Попробовать Именно В дуэте То есть Вот такая Масочка У них Я использовала Ее В качестве Сыворотки Ну Собственно Так Она И наносится Вы наносите Ее На чистую Кожу Можно Под глаза В том числе Кстати У меня Никакой Реакции Не было Нехорошей Хотя Маска Очень Даже Активная И Она Запускает Процесс Регенерации Кожи Усиление Выработки Коллагеновых Волокон И далее Вы наносите Когда она Уже Впиталась Наносите Крем Активатор Для лица Вечерний Если Вы делаете Все То же Самое Утром То Соответственно Наносите Крем Активатор С пептидом Синкол Утренний Все У меня Уже Закончилось Все Мне Понравилось Действительно Очень Комфортный Такой Уход Хорошо Впитывается Никаких Неприятных Ароматов Ярких Нет Все Так Очень Сдержанно Средства Приятные И я так думаю Что Если вы захотите Попробовать То советую Именно Вот в таком Тандеме Их приобретать Ну а поскольку Доступные По цене Средства С хорошим Натуральным Составом Я думаю Что Туда Не составит Очень Нравятся Мне Вот эти Вот у них Баночки Крема Хорошее Средство За такую Цену С пептидом Синкол Я не знаю Найдете ли вы Еще более Доступные Но вот это Рабочая Косметика Крем из линейки Небюджетный Техни Лис Актив То есть Это крем Антивозрастной Бренда Пайо Опять же Небюджетного Бренда Здесь 50 Миллилитров И должен Он Явно И давать Тонус Коже Подтяжку Я ничего Такого Не заметила Это неплохой Питательный Крем Но он Довольно Плотный Не всем Понравится Вообще В Пайо Как вы мне писали Кто пользуется Постоянно И кто любит Такие Плотные Текстуры Именно Все Плотное То есть Такое Густое Похоже На Больше Даже на Масла Такой Баттер Я не очень Люблю Такие Консистенции Но Вот эту Линеечку Мне хотелось Конечно же Попробовать Чтобы составить Своё мнение Не могу Советовать Не могу Сказать Что это Самый лучший Крем За такую Цену Можно Мне кажется Что-то Более Даже Эффективное И более Я бы сказала Универсальное Купить Потому что Вот это Впитывается Не идеально Все-таки Это плотно И крем Который Давным-давно У меня Лежал в запасах Уже Использовала Я как-то Ушла От бренда Арно Знаю Что у них У них Уже Появилась Линейка С Икрой Черной И многие Хвалят Но что-то Вот мне Знаете Почему-то Меня не тянет Больше К ним Это Крем Для зоны Вокруг Глаз И Он Лежал У дочки Она Перестала Им пользоваться И я Забрала Себеду И использовала Я не могу Сказать Что он Что-то Такое Делает Волшебно За цену Этого Крема В принципе Можно купить Три Четыре Пять Кремов Фоберлик И они Будут Похожи Ну Я не знаю Может быть При очень Долгом Использовании Он Даст Какой-то Результат Экла Джинеси Но Я не Увидела Очень Большого Резутата Хотя Ранее Использовала Где-то С Может быть Тридцати Лет До Сорока В основном Эту Косметику В основном В целом Да Неплохо Неплохой Крем Но он Непитательный А просто Увлажняющий Для меня Уже Этого Мало И напоследок Две маски И та И та Содержит Глину Коалин И та И та Прекрасно Работает Но по-своему И одна Более Дорогая Сушит Мне кожу К сожалению Вот Инисфри Вот в частности Она конечно Хорошо Чистит поры Это конечно Такая Знаменитая Их маска Которая С вулканической Глиной И сильно Потом Сужает за собой Поры Но она Стоит Ого-го По сравнению С маской Чаконат Которая Делает все То же самое Но бережно И даже Увлажняет И питает Кожа Я бы рекомендовала Инисфри Попробовать Тем У кого Очень жирная Кожа Скорее всего Вам понравится То есть Наверное Более Такой Молодой Аудитории Скорее всего В основном Кожа в норме Либо Более сухая Все-таки В возрасте 40 плюс За редкими Исключениями Из-за Гормональных Сбоев Бывает И жирная Но Вот в данном Случа Крем-маска От Шаконат Ванильно-сливочное Облако Мне нравилось Всем Вплоть до того Что она и чистит Поры И увлажняет И питает И за собой И сужает И можно использовать На зону шеи Декольте Я наносила Большим Таким Плотным Слоем И тогда Она у меня Не засыхала На коже Если вы Тоненьким Слоем Наносите Жадничаете То просто Сверху Сбрызгивайте Тоником И она тоже Не будет у вас Засыхать Метод Сбрызгивания Тоником Я рекомендую Применять Ко всем маскам Которые содержат Коалин Чтобы не пересушить Кожу Ну вот тут Конечно Очень кожа Матовая Потом прям Такая безжизненная После Несфри И наоборот Очень напитанная Хорошо себя чувствующая И очищенная Вместе с тем После Маски От бренда Шаконат Вот такие Разные отзывы Что-то нравится Что-то не очень Что-то бюджетное И хорошо Что-то дорогое И хорошо Но не всегда Ну что же Я надеюсь Я была для вас полезной Пишите пожалуйста Что использовали вы И какие у вас Впечатления Ощущения А я буду уже С вами прощаться Ибо тяжело Долго говорить Всем желаю Удачи Здоровья И конечно же Будьте благодарны За то что имеете Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok